Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Мне было 22 года, я заканчивала колледж на экономиста и на одной из студенческих посиделок познакомилась с ним. Он на 6 лет старше меня, работал в какой-то компьютерной фирме. В студенческую среду его притащил друг, учащийся на параллельном курсе. Закрутилось, завертелось у нас с ним все быстро. Отношений до него у меня не было. Я всю себя отдавала учебе, но и сказывалась бабушкина воспитание. Он стал моей первой серьезной и до сих пор той самой единственной любовью, про которую пишут в книжках. Я была очарована его харизмой, надежной молчаливостью и уверенностью в завтрашнем дне. Через полгода забеременела. Меня это не испугало и не удивило. Просто думала, что это случится позже. Я всегда была уверена, что у меня будет ребенок и непременно сын. Узнала я о беременности в мае, когда вот-вот закончится практика и на носу получение диплома. С детской наивностью я была убеждена, что он непременно обрадуется, сделает мне предложение руки и сердца, как в кино, и все у нас будет с ним хорошо. Известие о том, что он скоро станет папой, моя первая любовь приняла более чем равнодушно. Я списала это на занятость и усталость от работы. Плюс к этому читала в журналах, что мужская психология более скрытная, чем женская. И стала терпеливо ждать, когда же он соберется и выскажется про нашу дальнейшую совместную жизнь. Прошел месяц. Мне пора надо было становиться на учету гинеколога. И я в один день завела разговор сама. Типа, давай уже что-то думать, что будет дальше. Оказалось, что ничего не будет. Он выдал, что ребенок в его планы не входил. И его, в общем-то, и так все устраивает. Проревев после таких слов сутки, я написала ему. Это твой выбор, прощай. Сын родился без него. Я жила у родителей. В свидетельстве о рождении ребенка в графе отец твердо поставила прочерк. Дала свою фамилию. От отца оставила только отчество. Но во мне не было ненависти или обиды. В два года нам дали садик. До этого я работала по ночам через интернет, благо сейчас это не проблема. Ну и вечный поклон моей маме и папе. Они всегда были рядом и души во внуки не чаяли. Сын пошел в садик, я устроилась на работу и стало полегче. От общих друзей я узнала, что папа наш интересуется про меня, про ребенка. Есть ли кто-нибудь у меня. Те же друзья мне говорили, что он один живет по схеме работа-дом. С ним мы иногда переписывались. Он спрашивал про сына, иногда присылал деньги. Я не отказывалась, тратила на детскую одежду и игрушки. Костя пришел, когда ребенку исполнилось два года. Сказал, я заработал на квартиру, нам надо жить вместе. С тех пор прошло три года. Мы живем семьей, оба работаем. Сын через год пойдет в первый класс. Официально мы так и не расписались. И в графе отец по-прежнему прочерк. То ли это моя обида, то ли злопамятность, то ли неуверенность в нем. Но я пока не готова что-то менять. Время покажет.